На Гомельшине завершается ликвидация неофицийных пляцовок по захованию твердых бытовых отходов. Сегодня убрали полигон в Аулуковском сельском совете Гомельского района. Экологичной тематикой подчеркнулись наши корреспонденты. Про то, о которой была свалка, когда поселка Стяхпрацы Гомельского района, можно мерковать по этих архивных вздымках 2014 года. История ее створения началась ровно 25 лет тому, когда тагочастный мясовый сельсовет принял решение об створении пляцовок для сбора бытового смеття. Потом его отменили, а вот свалку не ликвидовали. Причем корыстались ею не только мясовые жихары. Привозили из города, городские были. Тут бусы приезжали, много кто был. Неофициально приезжали, высыпали и уезжали. Они даже не заезжали, они прямо тут и высыпали на дороге. 400 годы тому на территории Улукавского сельского совета створили коля 10 таких пляцовок. Это оказалось самой великой. Максима тому, а ей ликвидовали опошней. Для вывоза смеття на официальные полигоны машины сдействовали около 200 рейсов. Пришлось заденять технику из усяго района. В связи с обращениями граждан возле поселка Знамя Труда и в связи с поступившим предписанием экологии было принято решение о рекультивации свалки. Вы рекультивации свалки приняли все хозяйства Гомельского района, за что им огромное спасибо. Было вывезено более 2000 тонн отходов. В дальнейшем планируется здесь посадить деревья. Недзе просполторы тыдники равниства Луковского сельского совета проведе у поселка Устях-Працы агольный сход грамадян с запрашением специалистов у розных сфер. По особенностях эта махшимость вырошить проблемы, які хвалююсь людей, непосредо на месцы. Хоть на одной из их, напевно, уже можно поставить кропку. После завершения рекультивации на месцы, те перыжу былой свалки, з'явится лес. Головное только, каб люди не пошали привозить сюды сметься знов. Як кажуть, по старой памяти. Теперь у нас будет в поселок Знамя Труда очень хорошо и чисто въехать. А то очень некрасиво было. Прямо мусор на дороге лежал. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель».